Ушел в историю 1923 год, прожитый молодой республикой Советов без войны. Наступил год 1924. Из руин возрождалась и набирала силу отечественная индустрия. Человек с ружьем свинил солдатскую шинель на промасленную куртку, засучил рукава и бросил клич «Заводы, вставайте!». На «Красном пролетарии» энтузиасты быстро восстановили станочный парк. На завод вернулись кадровые рабочие всех поколений. На московском заводе с гордым названием «Серб и Молот» уже работают почти все цехи. Действуют мощные печи. Льется металл. Свой металл, рожденный рабочими металлургами на своем социалистическом предприятии. Дают продукцию прокатные станы, для которых еще недавно не было электроэнергии. А на заводе «Динамо» растет производство электродвигателей. Только год назад эти цехи еще нечем было отапливать. Был угольный голод. Все больше и больше «Динамовцы» дают мощных моторов. Каждый из них – целая электростанция района. Легкая промышленность ныне работает для мирных заказов. Прошлые годы здесь шили только военные сапоги. Теперь ботинки фабрики «Скороход» можно увидеть во многих городах и селах страны. Зашумели тысячи ткацких станков. Еще два года назад в стране был голод. По выражению Ленина – тяжелое последствие отсталости России и семилетней войны – сначала империалистической, потом гражданской. А сегодня, верно и своему интернациональному долгу, мы посылаем зерно урожая 1923 года на пароходе «Декабрист» голодающим рабочим Бельгии. В эти дни взоры советских людей устремлены в горки, где живет Владимир Ильич Ленин. Каждый час, когда позволяют здоровье, Ленин самозабвенно работает. С горками у Ильича связаны многие месяцы жизни и работы. В общей сложности почти два года он в горках. Как он любит эти чудесные уголки! Здесь мысль развивается с истинно ленинской стремительностью и глубиной. Здесь, в тиши, среди красот русской природы, Владимир Ильич обдумывает все то, что потом записывает и диктует. Дети – частые спутники Ильича. Он бесконечно рад, когда может уделить им внимание, подарить горячую отцовскую ласку. Ильича лечат опытнейшие доктора. Нередко в горках можно видеть младшего брата Владимира Ильича, Дмитрия Ильича Ульянова. Как врач, он с особым вниманием следит за здоровьем больного Ленина. 19 января Михаил Иванович Калинин открывает Российский съезд Советов и с волнением говорит, в работах настоящего съезда Советов лишен возможности принять участие предсовнаркома Владимир Ильич Ленин. Но самые опытные медики, не только русские, но и иностранные, дают надежду на скорое возвращение Ильича к государственной и политической деятельности. С разрешения лечащих врачей Владимира Ильича посещают в горках соратники и друзья. Нередко они ночуют в этой маленькой комнате рядом с библиотекой, где удобно вести дружескую беседу. Ленин тяжело болен, но мысль ленинскую нельзя остановить. В апреле 1924 года впервые полностью будет опубликована работа, которую Ленин скромно называет «Заметки публициста». Заметки. Нет, это не просто заметки, а страстный призыв к неустанному и смелому новаторству в строительстве нового мира. Прислушаемся к его словам. Вдумаемся в их смысл. Представим себе, пишет Ленин, человека, совершающего восхождение на очень высокую, крутую и неисследованную гору. Допустим, что ему удалось, преодолевая неслыханные трудности и опасности, подняться гораздо выше, чем его предшественники, но что вершины все же он не достиг. Голоса же снизу несутся злорадные. Одни злорадствуют открыто, улюлюкают, кричат. Сейчас сорвется, так ему и надо, не сумасшествуй. Другие же стараются скрыть свое злорадство, действуя преимущественно по образцу юдушки Головлева. Они скорбят, вознося очи к горе. И Ленин работает, несмотря на тяжелую болезнь, чтобы помочь партии всему нашему народу скорее взойти на высокую, крутую, неисследованную гору. Через этот маленький узел связи из горок в Москву и другие города несутся тысячи ленинских мыслей. Отсюда по телефону передано более 200 ленинских статей и распоряжений. 19 января Ильич просит запрячь сани, чтобы съездить посмотреть охоту. Когда позволялось здоровье, Ильич и сам участвовал в охоте. А сегодня лишь прогулка. Эти красоты самое лучшее лекарство для Ильича. Вскоре Владимир Ильич возвращается в горки. Он сильно нервничает, узнав, что из Москвы еще не привезли газеты. Дискуссия, навязанная троцкистами, продолжается на открывшейся 13-й партконференции. Ильич знает, как это мешает нормальной работе партии Центрального комитета. Говоря о массовой пропаганде, Ленин неоднократно подчеркивает значение в этой области новейшего в то время искусства кино. Этот неприхотливый аппарат позволяет многое увидеть. Нередко Ильич смотрит здесь под аккомпанемент Марии Ильиничной, кинохронику и художественные фильмы. Поздно вечером Надежда Константинна в спальне Ильича читает рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». Слова писателя радуют Ильича своим оптимизмом. «Любовь к жизни». Как это по душе Ильичу. «Все должно наладиться. Все будет хорошо», успокаивает Ильича Надежда Константинна. Наступило 20 января. Резолюции 13 партконференции обрадовали Ильича. Линия Центрального комитета восторжествовала. Резолюция по экономическим вопросам утверждена единогласно и всего лишь два голоса подано против резолюции о мелкобуржуазном уклоне. Стремление троцкистов захватить руководство партии в свои руки и провести в жизнь политику, которая в конечном счете ввела к разрыву союза рабочего класса и крестьянства и расколу партии, потерпела крах. Еще 20 января в Горках ничего не предвещало тревоги. Владимир Ильич, получив альбом от красноармейцев-таманцев, просит Марии Ильиничну написать ответ. По поручению Владимира Ильича шлем вам горячее спасибо за альбом и приглашение. Альбом он посмотрел с большим удовольствием, сожалел, что на празднике таманцев не может быть лично. Сожалел, что не может быть лично. 21 января 1924 года. Лютый мороз сковал в этот день московскую землю. Термометр показывал ниже 30. вся природа застыла словно в оцепенении. тихо в Горкинском парке не шелохнутся деревья. В час дня Владимир Ильич, поднимаясь по лестнице к себе в комнату на втором этаже, неожиданно почувствовал себя плохо. Очень плохо. Около постели Ильича были лучшие врачи, самые близкие люди. Надежда Константиновна, Дмитрий Ильич, Мария Ильинична. Начались страшные часы. Ленин боролся со смертью. Врачи и близкие делали все, чтобы спасти Ленина, сохранить ему жизнь. Но медицина оказалась бессильной. Трагедия разразилась в 6 часов 50 минут вечера. Сама природа разбушевалась, протестуя против горя, обрушившегося на всю нашу планету. А стужа над землею такая лютая была, как будто он унес с собою частицу нашего тепла. Ночью созывается экстренный пленум ЦК. Партия встала на траурную ленинскую вахту. Ничто не указывало на близость смертельного исхода. Последнее время в состоянии здоровья Владимира Ильича наступило значительное улучшение. Все заставляло думать, что его здоровье будет дальше восстанавливаться. Совершенно неожиданно вчера в состоянии здоровья Владимира Ильича наступило резкое ухудшение. Несколько часов спустя Владимира Ильича не стало. Владимира Ильича не стало. Все, что есть в пролетариате поистине великого и героического говорилось в обращении к партии и народу. Упорная всепреодолевающая воля, священная ненависть к рабству и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный гений. Все это нашло великое воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира от запада до востока, с юга до севера. Дзержинский, председатель правительственной комиссии по похоронам. Газеты всего мира сообщают о невозместимой утрате советского народа. Люди шли бесконечным, нескончаемым потоком, в торжественном молчании, нарушаемом время от времени рыданиями. Я впервые видел, сказал Емельян Ярославский, как старые большевики плакали. Гудели телеграфные провода, они несли в Москву со всего мира слова невыразимой скорби. «Нервы нашей планеты потрясены смертью одного человека, который был воодушевлен любовью к рабочим и работницам», пишет французский коммунист-литератор Базалжет. «Величие знамени в том, что оно остается, когда его носитель падает», заявляют в своем послании Олаф Шефло, председатель Компартии Норвегии. В ряду всех исторических фигур он выделяется как один из величайших вождей народов за все время истории, писала газета «Дели Геральт». Ленин был исключительно выдающейся личностью. Благодаря ему все советские республики объединились в Союз, границы которого доходят до Индии и Великого океана «Дольче Тагестсайтл». Карл Каутский, тот самый Каутский, теоретические положения которого разбил, развенчал Ленин, а самого его назвал ренегатом, заявил в печати «Наши разногласия не должны делать нас слепыми к величию усопшего». Ленин был колоссальной фигурой, каких мало в мировой истории. Постановлением Съезда Советов Петроград – колыбель пролетарской революции переименовывается в Ленинград «Город Ленина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова За четыре дня в скорбном молчании мимо гроба Ильича прошло более 900 тысяч человек. Поезд за поездом отбывают из Ленинграда и других городов делегации на похороны Ильича. По всей нашей необъятной стране от Читы и Владивостока до пограничных поселков Белоруссии люди проходили в траурных процессиях перед портретами Ильича. Ни мороз, ни шквальные ветры не останавливали людей. Горе звало их на улицы в траурные колонны. Армия и флот отдавали воинские почести своему вождю любимцу народа. На Красную площадь. В канун похорон Владимира Ильича 26 января проходило траурное заседание Второго съезда Советов СССР. Центральный комитет партии дал великую клятву выполнять все заветы Ленина. На трибуну съезда поднялась Надежда Константиновна Крупская. Она сказала Товарищи, в эти дни когда я стояла у гроба Владимира Ильича я передумала всю его жизнь. И вот что я хотела сказать вам сердце его билось горячей любовью ко всем трудящимся ко всем угнетенным. Этого он не говорил сам да и я бы, вероятно, не сказала этого в другую минуту. Это чувство он получил в наследство от героического русского революционного движения. Это чувство заставило его страстно, горячо искать ответа. Каковы должны быть пути освобождения трудящихся? Ответы на свои вопросы он получил у Маркса. Стрелки часов неумолимо приближаются к четырем. Не от страшной стужи, от невыносимого горя оцепенели люди на Красной площади. Вся Москва, все города и деревни страны. Ровно в четыре часа дня из Москвы по радио и по всем телеграфным аппаратам Союза Советских Социалистических Республик передаются сигналы «Встаньте, товарищи!» Ильича опускают в могилу! КОНЕЦ Раздумья Крупской у гроба Ильича сродни многим простым людям. Я, рабочий главного артиллерийского полигона Горбунов, стоя у гроба Ленина в почетном карауле многое обдумал, пишет на траурном мандате питерской пролетарией. Прошу принять меня в ряды Российской коммунистической партии большевиков, буду исправным членом партии. Новый великий почин, возникший в народе подхватывает литейщик Мисоедов с московского завода Владимира Ильича. Его не смущает, что ему уже 55 лет. Слесарь Киреев по возрасту сын Мисоедова, и он подает заявление. Крановщик Мешков и слесарь Зубков уверены, что пожилые годы не помеха стать в ряды коммунистов. На крупнейших промышленных предприятиях многие рабочие подают заявление коллективно. Рядом с рабочими от станка идут в коммунистические ячейки передовые крестьяне. Ленинский призыв всколыхнул новую волну патриотизма среди военнослужащих. Каждый член нашей партии есть частичка Ленина, говорят женщины-работницы, вступая в РКПБ. В дни ленинского призыва ряды партии увеличились на 250 тысяч новых передовых борцов. Во главе нашей промышленности поставлен партия Дзержинской, он председатель ВСНХ. Дзержинской верит, что ленинский призыв поможет добиться небывалой высокой производительности труда. Нужен уголь, его добудут столько, сколько требует индустрия. Нефть, в кратчайшие сроки добыча нефти будет поднята, с истинно ленинским упорством и настойчивостью создаются новые электростанции, увеличат выпуск продукции металлурги. На заснеженные поля, на первую, быть может, целину, выходят стальной конь, коммунар, детище рабочих Харьковского завода, крестьянам в подмогу. Первый счет миллиона к началу 1967 года. Сбудется ленинская мечта посадить мужика на трактор. В Ленинграде закладываются новые суда. Вымпелы с серпом и молотом будут известны на всех морях и океанах. Союз рабочих и крестьян бронь, которую не пробьет ни один снаряд капитала. Вот лозунг балтистых судостроителей. Закладку кораблей рабочие отмечают как большой праздник. чтобы торговать нужен устойчивый денежный курс. Отчеканины и вошли в обращение золотые и серебряные монеты. Советское народное хозяйство продолжает восстанавливаться на основе новой экономической политики. Москвичи удивляются. Откуда пожаловали гости в мундирах и цилиндрах? 24-й год станет годом дипломатических признаний, говорил Ленин. И он был прав. Одно из первых европейских стран направило своего чрезвычайного и полномочного посла Италия. Его сиятельство Маркиз Патерно передал заместителю наркома по иностранным делам Максим Максимовичу Литвинову свою верительную грамоту. Появление итальянского дипломата в Москве будет широко комментироваться иностранными журналистами. Теплая встреча происходит у народного комиссара по иностранным делам Георгия Васильевича Чичерина с дипломатической делегацией Афганистана. Сердечный подарок национальный афганский костюм народному комиссару. Это знак глубокой симпатии залог тесной дружбы между двумя соседними государствами. Носите на здоровье. Многолюдно в кремлевской приемной калинии Михаил Иванович соблюдает дипломатический ритуал как будто он всю жизнь принимал послов высокого ранга. И снова иностранные дипломаты. В горячие дни приемов Михаил Ивановичу помогают секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР Авель Сафрон Чьянукидзе и председатель всеукраинского ЦИК Григорий Иванович Петровский. Русские богатства Они на уме у всех. Это стало притчей во языцах среди дипломатов и на мировых биржах. Справятся ли большевики без помощи хозяев капиталистов? Где они возьмут специалистов и технику? Поживем увидим говорят пожимая плечами дипломаты. Поживите увидите отвечают советские люди. Да, без техники трудно. Это мы знали. Чиатурские марганцевые рудники выглядели поначалу неказисто. Техники на первых порах не было. Поручали крестьяне-горцы. Но лиха беда начала. Как радостно осознавать, что в наши дни чиатурские рудники имеют первоклассную технику, механизацию и автоматику. А шахты Донбасса уже в то время были оснащены техникой. Щербиновская шахта. Здесь горники добывают уголек, черное золото не голыми руками. Ударный механизированный труд позволяет выдавать на горах сверхплановые тонны угля. Небогата по современным понятиям техника на западнях и лесозаводах. но и она помогает человеку управляться с потоками леса. Русский лес славится не только среди наших строителей. Во многих странах мира он с охотой покупается на валюту. а вот на торфе пока не поплюешь работа не спорится. еще действует старый артельный метод и приходится гнуть спину. Правда не на хозяину а на себя. И женский труд нередко можно увидеть на торфяных карьерах. Но разве этакую массу быстро осилишь руками? В 1924 году на торфяные массивы все чаще и чаще приходят машины и экскаваторы. Как говорят рабочие это уже другой калинкор. Невиданные ранее машины не только на земле. Новаторы энтузиасты испытывают аэролодку будущий глиссер. Новая удачная сразу в жизнь. На водных рубежах в пограничных районах Средней Азии эта лодка обеспечивает быстрое передвижение. Обновляется и жизнь городов. Самарканд. Древний город был известен еще тогда, когда Лондон и Париж начинали свою жизнь поселками. В 1924 году советский Самарканд получает первый узкоколейный трамвай. На улицах еще нередко встречаются женщины с закрытыми лицами в паранжах старый уклад жизни не успел отойти в историю. Простое и умное сооружение восточных умельцев пока не появится новая техника обеспечит водой поля беднейших декхан. Побежит вода по новым арыкам появится много хлопка зацветут сады и виноград еще в годы гражданской войны Лениным был одобрен проект дизельного тепловоза инженера Гаккеля среди рабочих ленинградского балтийского завода нетрудно заметить демобилизованных людей в Буденовках но уже новый тип локомотива тепловоз Яг успешно заканчивает испытание наш паровоз летит вперед в коммуне остановка эта машина получит зеленую улицу не только у нас в стране но и на железных дорогах Европы и Америки советский павильон на международной выставке 24-го года в Риге мы привезли и показываем продукцию 41-й государственной фирмы СССР льняные ткани изделия из полотна исконная слава русских ткачей меха с тонкой выделкой из Сибири и Крайнего Севера заключаются торговые сделки большой спрос на изделия якутов художники косторезы демонстрируют богатейшие коллекции красочные и работы вышивальщиц в советском павильоне рекордное число посетителей до 27 тысяч в день центральный центральный комитет подготовил созыв 13 съезда партии первого съезда после смерти организатора партии создателя рабоче-крестьянского государства Ленина коммунисты съезжаются в Москву как лучше воплотить в жизнь ленинские предначертания тема большого разговора на всесоюзном многонациональном форме большевиков ленинцев одной из первых приехала украинская делегация возглавляемая Петровским Михаил Иванович Калинин Серго Джаникидзе Семен Михайлович Буденный встретил земляка Феликс Кон ветеран польского революционного движения женщины делегатки со всех концов страны фотографируются все вместе на добрую память Близится минута открытия первого заседания В кулуарах Чечерин Литвинов Ворошилов и многие известные деятели партии Съезд слушает Калинина Крестьянин сообщает Михаил Иванович радуется появлению на полях современной техники Тракторы перепахивают межи разделявшие лоскутки земли бедняков Селянам памятна курная изба В сельских коммунах и артелях ее сменяют новые дома и свет новой культуры Крыжжанов Крыжжанов соратник и близкий друг Ленина работал под руководством Ильича по созданию плана Гойл-Ро этот план о котором спорят ученые в Лондоне и Париже вошел в жизнь советской страны говорит Крыжжанов дайте нам время и мы покажем такие чудеса которые не снились мудрецам буржуазного мира в чем секрет гадают в зарубежных газетах партия не делает из всего происходящего секрета ключ к нашему поступательному движению раскрыт в ленинских словах коммунизм это советская власть плюс электрификация всей страны Валериан Владимирович Куйбышев говорит о близком времени еще не виданных в мире темпов индустриализации мы знаем что так и будет заявляют многочисленные рабочие делегации прибывшие приветствовать съезд сегодня должна выступить Крупская надежда Константиновна говорит тяга к грамотности и знаниям в народе огромная а возможности наши пока малы открыты новые школы ликбезы для взрослых на предприятиях есть школы для военных в освобожденных республиках Средней Азии женщины стали изучать грамоту но не хватает бумаги карандашей учебников за карандаш на базаре дают по несколько фунтов хлеба эта карта приковывает наше особое внимание к районам где совсем нет грамотных людей на красную площадь приветствовать съезд пришли учителя Москвы невольно вспоминаются слова Некрасова придет ли времечко когда мужик не Блюхера и не Милорда Глупого Белинского и Гоголя с базара понесет это время пришло сказал съезд за работу товарищи учителей сменяют ученики пионеры старец буду честно и неуклонно выполнять законы и обычаи юных пионеров и заветы Ильича на Ходынском поле Москвы в присутствии делегатов 13-го съезда партии активисты добролета передают воздушному флоту страны эскадрилью самолетов построенных на деньги от добровольных взносов выступают на митинге Михаил Иванович Калинин и главком Сергей Сергеевич Каменев они подчеркивают что самый популярный сейчас в народе лозунг даешь мотор не ошиблись тогда на Ходынке в 1924 году наши деды и отцы спустя несколько лет родина получит могучие армады винтовой авиации а великой ученый Константин Эдуардович Циолковский словно прислушивается в колуде гула моторов и мечтает сделать страну социализма родиной реактивной авиации и космических кораблей так будет улыбаться нам через 35 лет и Юрий Гагарин в будущем городе Горького Нижнем Новгороде выдающийся советский ученый Михаил Александрович Бонч-Бруевич продолжая опыты Попова добиваются первой дальней и сверхдальней радиосвязи это поможет быстрее сделать доступным и космические полеты страна поддерживает и чествует своих ученых уже в 1924 году выбита памятная медаль по случаю 50-летия научной деятельности Ивана Петровича Павлова в 1924 году страна отмечает 100-летний юбилей Малого театра в юбилейном комитете Немирович Данченко профессор Сокулин Собинов Корифея Малого театра Южин Яблочкина Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский говорит о заслугах театра в строительстве советской культуры он отмечает воспитательную роль и нового искусства Кино Владимир Ильич особо подчеркивал значение кинохроники сохраняющей кадры прошедших лет Кинопередвижка пришла на село Приключенческий фильм Банда Батьки Кныша Переодетые чекисты проводят смелую операцию В город якобы ворвались белогвардейцы и главари контрреволюционного подполья являются на шабаш банды в полном обмундировании Операция удалась И большое, и малое совершается по ленинским предначертаниям Рабочие фабрики Красный Октябрь едут в подшефную деревню Смычка города с деревней становится широким всенародным движением Изба-читальня и Кинопередвижка новая в старой русской деревне Пройдут годы и социалистическая деревня получит радио, телевизор создаст драматические кружки и даже народные театры Откроются тысячи и тысячи библиотек Белинской, Гоголь, Демьян Бедный и Маяковская займут место и в личных библиотеках колхозников В 1924 году поэт революции Владимир Маяковский заканчивает поэму о Ленине Время Начинаю про Ленина рассказ Но не потому, что горя нету боли Время, потому, что резкая тоска Стала ясную, осознанную болью Время Снова ленинские лозунги Развихрь Нам ли растекаться Слезной лужей Ленин и теперь Живее всех живых Наше знание Сила И оружие Перенесемся в Баку На Абширонский полуостров Популярный в народе лозунг «Даешь мотор» Подхватили и рабочие Восстановленных нефтяных промыслов Они делом отвечают на призыв Братьев по труду «Дадим для моторов горючее» Поглядеть на трудовой подвиг ботинцев В кратчайшие сроки восстановивших промыслы Приехала из Англии делегация Трэп-Пеллион Добро пожаловать Мы знаем, что английский пролетариат Не поддерживал и осуждал интервенцию в России Нашим гостям должно быть известны слова Их знаменитого писателя Бернарда Шоу Британское правительство Истратило 100 миллионов фунтов стерлингов На финансирование врагов Ленина Но в Англии живут не только жертвы А дураченные буржуазной печати «Будем дружить?» Говорят делегаты английских профсоюзов А в те дни, когда в Баку Происходила дружеская встреча Нефтяной магнат Деттердинг Скупал за границей акции Владельцев нефтяных месторождений Бывшей царской России Давайте дружить Давайте сохранять мир Долой империалистическую войну С этими лозунгами Трудящиеся Ленинграда вышли на площадь Урицкого в день десятилетия Начала Первой мировой войны А в предместе Парижа Французские коммунисты организовали Демонстрацию солидарности с СССР Руководители Компартии Марсель Кашен Ваян Кутюрье Вместе с народом поют интернационал Война тиранам Мир народу Песня парижских коммунаров Звучит сегодня с особенной силой Как символ дружбы со страной Ленина Объединивший в борьбе за мир Трудящихся всех континентов В этом уголке земли Всегда людно К тому Кто бросил клич по всей планете За мир и дружбу народов К Ленину Словно каждый хочет сказать Товарищ Ленин По фабрикам дымным По землям покрытым и снегом и жневьем Вашим, товарищ, сердцем и именем Думаем, боремся Дышим и живем Живут и борются Русские и украинцы Грузины и армяне Узбеки и белорусы Казахи и латыши Народы нашей страны И всей земли Негры из Браззавиля В горках ленинских Слушают рассказ О 1924 годе Здесь все сохранилось Как было при жизни Ильича Побыть в этой атмосфере Подышать этим воздухом Словно услышать биение Ленинского сердца 1924 год Ушел в историю С памятными словами Ленин и теперь Живее всех живых Наше знание Сила И оружие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok